Друзья, всем привет! 13 часов по Москве, пора начинать наш сегодняшний вебинар, нашу онлайн-конференцию. Мы сегодня поговорим о рекламе товаров в 2023 году. Будет суперинтересно, задавайте свои вопросы для того, чтобы мы с вами могли разобраться абсолютно во всем, во всех темах, по крайней мере, о которых будем сегодня говорить. Поговорим о трех темах, будет три спикера. Сначала выступлю я, меня зовут Никита Кравченко, я эксперт по работе с платным трафиком и евангелист сервиса Елама. Я вам расскажу про Яндекс.Директ, возможности Яндекс.Директа. Потом подключится Илья из агентства Елама. Илья расскажет про зон перформанс. Может, вы вообще никогда о таком не слышали, вот узнаете что-то новенькое. Расскажет про ВК-рекламу, какие там теперь есть возможности для e-commerce проектов. Третьим спикером будет Максим Аганов, предприниматель, маркетолог-основатель агентства Аганов Диджитал. Максим расскажет про Авито. Почему Авито действительно на сегодняшний день must-have для интернет-магазинов. Начнем с Яндекс.Директа, продвижения товаров в Яндекс.Директе. Перед этим напомню вам, что я работаю в Елама. Елама – это единая бесплатная платформа для управления интернет-рекламой. И работая через Елама, вы можете подключить множество разных рекламных систем и сервисов, в том числе Яндекс.Директ. Это точно такой же Яндекс.Директ, как у всех других рекламодателей, у ваших конкурентов в том числе. за исключением того, что у вас будут дополнительные возможности для оптимизации, автоматизации, для управления ставками через бидер, если вам понадобится бид-менеджер, для маркировки интернет-рекламы, кстати говоря, по разным рекламным системам, для аналитики и так далее. Очень много всего у нас есть. Кроме того, у нас есть бесплатный маркетплейс для маркетологов. Там собраны разные полезные инструменты, которые вообще-то на рынке стоят денег, но Елама заплатила и вам отдает бесплатно. Поэтому приходите в Елама, становитесь клиентами Елама и пользуйтесь большим разнообразным инвентарем. Окей, теперь к докладу. Я вам расскажу про такой кратенький обзор форматов, которые есть в Директе для e-com. Расскажу вам про фит, что это такое, как его подготовить, что там важно учесть. Для Яндекс.Директ это супер важно, потому что многие особо не запариваются над фидом, загружают едва ли там ЦСВшки в Директ. И это очень плохо, так делать не надо. Вот это мы разберем. Это прямо вот на чем стоит e-commerce, на чем стоят интернет-магазины, строится их эффективность в Яндекс.Директе. Это как раз качество фида. И поговорим про некоторые нюансы настройки товарной рекламы и дам вам некоторые рекомендации. Конечно, формат выступления не очень большой. Про e-commerce можно отдельный курс писать, что, в общем-то, мы и делаем. Будет отдельным блоком в нашем бесплатном новом курсе по Яндекс.Директу, но о нем я расскажу чуть-чуть попозже. Итак, до того, как перейти в Яндекс.Директ, стоит задуматься над тем, что вообще влияет на эффективность рекламы интернет-магазина. Я думаю, что вы догадываетесь, что это не только то, насколько качественно вы настроили сами рекламные компании, но и ассортимент, который есть, цены, условия доставки. Это то, как вы позиционируете себя на рынке, то, как вы в этом рынке живете и работаете, то, как живут ваши конкуренты. И действительно ли, выбирая между несколькими предложениями, выберут именно вас? Если нет, то какой бы прекрасной ни была ваша рекламная компания, у вас покупать не будут. Это очень частые кейсы, когда говорят, Никита, посмотри рекламную компанию, я смотрю, там все отлично. Говорят, а почему у меня нет продаж? Да потому что у тебя хуже предложения просто, и все. Поэтому шаг ноль, на самом деле, а даже не один, это разобраться с тем, что вы продаете, как вы продаете, кому это нужно, и правильно ли вы им продаете то, что им нужно. Второе – это быстрый сайт. Третье – удобный сайт. Четвертое – удобство и простота оформления заказа и покупки. Это все про то, как будут взаимодействовать с вашим интернет-магазином, с вашим сайтом. Он должен молниеносно загружаться на любых устройствах, на нем должно быть удобно просматривать категории, просматривать товары, изучать информацию о товарах, какие-то фильтры применять, сортировки, поиск на сайте интернет-магазина должен быть. Очень просто должно быть выполнить заказ, выполнить покупку или заказ в один клик. Если у вас нужно пройти целый квест для того, чтобы оформить заказ на сайте, у вас просто будет снижаться конверсия. Да, какие-то конверсии будут, потому что есть люди, которые действительно упорно доходят до конца. Но большая часть аудитории не готова возиться долго. Если сложно, если надо написать, как звали собачку бабушки, чтобы отправить заявку, не будут точно этого делать. Поэтому упрощайте. Пятое – это настройка веб-аналитики и сквозная аналитика до продаж и возвратов. Как минимум веб-аналитика, а лучше прям сквозная аналитика. В Яндекс.Метрике сейчас можно построить сквозную аналитику, можно передавать данные по звонкам, причем разной квалификации. Можно передавать данные по оффлайн-конверсиям, по выкупам, через CRM-систему, делать связку CRM-систему и Яндекс.Метрике. И, во-первых, у вас будет больше данных для анализа. Во-вторых, вы сможете использовать эти данные для оптимизации своих рекламных компаний и оптимизировать рекламу не только на цели, например, e-commerce положил товар в корзину или e-commerce покупка. Можно будет еще как-то поиграться с целями. И шестое – это качественный фит и настройки рекламных компаний. Видите, я только в самом конце, в шестом пункте дошел до того, что непосредственно касается самих рекламных компаний. Фит супер важно. Настройки рекламных компаний, конечно, тоже очень важны. Как вы выстроите рекламную компанию, какая там будет иерархия, как вы будете делать фильтры. Допустим, вы возьмете какую-нибудь компанию, смарт-баннеры будете запускать и закинете вообще все товары в одну группу, в один фильтр. Кстати, Яндекс иногда так и рекомендует делать, но это будет очень странно и, скорее всего, неправильно, потому что и для анализа тогда категорийно или по фильтрам вы не сможете использовать никакие инструменты, ничего вам не поможет. И управлять этим будет очень сложно. Поэтому нюансов, конечно, очень много. Минимальные требования к аналитике. У вас должен быть установлен счетчик Яндекс.Метрики, он должен быть корректно настроен, установлен на сайт, на все страницы сайта для того, чтобы данные не искажались. Обязательно для e-commerce, для интернет-магазинов должна быть настроена электронная коммерция. И, пожалуйста, не пытайтесь делать это сами. Единственное исключение, когда можно самостоятельно попробовать настроить электронную коммерцию, электронная коммерция – это передача данных с вашего сайта в Яндекс.Метрику на лету о транзакциях, о том, чтобы положили какие-то определенные товары в корзины, о суммах покупок и так далее. Вот единственное исключение, когда можно сделать самим, если у вас сайт типа на конструкторе, например, на Тильда, там электронная коммерция подключается несложно. Или если у вас сайт, например, на WordPress, и там есть какой-то плагин, тоже будет не очень сложно, но иногда работает некорректно. Поэтому, пожалуйста, очень внимательно к этому отнеситесь, и лучше все-таки доверить настройку электронной коммерции, настройку аналитики профессионалам. Например, у нас в агентстве E-Lama есть такая услуга, вы можете к нам обратиться. Коллеги, во-первых, аудит могут сделать, а во-вторых, настройки. И третье – у Яндекс.Директа должен быть доступ к данным Яндекс.Метрике, желательно доступ на редактирование, если логины разные в Директе и Метрике, для того, чтобы полноценно специалист мог работать с теми данными, которые в Яндекс.Метрику прилетают. Ну и теперь к возможностям самого Яндекс.Директа для продвижения товаров. Возможностей там на самом деле много. Вот так выглядит, например, выдача в поиске Яндекса. И все, что вы здесь видите – это реклама. Первый экран обычно занимает полностью реклама. Вот это реклама – товарная галерея. Сюда вы можете залетать с вашими товарами. Вот это реклама. Это может быть текстово-графическое объявление, которое создали самостоятельно, вручную все прописав. Это может быть динамическое объявление, которое создается автоматически роботом, но там тоже можно повлиять на то, как объявления могут выглядеть. Такие рекламные объявления показываются в ответ на конкретные поисковые запросы пользователей. Это тоже реклама в Яндексе. Это реклама в рекламной сети Яндекса. Когда вы заходите на различные сайты в интернете, наверняка замечаете текстово-графические, графические баннеры. В данном случае, скорее всего, все эти текстово-графические объявления созданы вручную в классическом формате РСЯ, но также можно запустить динамическую рекламу по типу смарт-баннеры. Тоже работает в РСЯ. Тогда робот самостоятельно будет формировать такие объявления. Вы через фид как раз передадите, какие там должны быть изображения в этих объявлениях. Сами вы это настроите через фид. Яндекс это сам придумывать не будет. Может, если вы по сайту будете оптимизацию делать рекламной кампании. Лучше так не делать. Дальше расскажу, почему. Также в товарной есть специальный тип рекламной кампании. Товарная кампания. Там тоже одновременно формируется сразу и на поиск реклама, и на рекламную сеть Яндекса, и ретаргетинг сразу работает. Там тоже могут формироваться такие рекламные объявления. Итак, товарная реклама в Яндекс.Директе. Это текстово-графические рекламные кампании. Вот здесь находится этот тип. Ручное заведение объявлений. Это когда вы сами прорабатываете поисковую рекламу, сами прорабатываете РСЯ рекламу. Ну, часто для больших e-commerce проектов текстово-графические кампании заводят, но не в первую очередь. Сначала работают с динамикой, со смарт-баннерами, с товарными кампаниями. И часто, кстати говоря, запускают либо товарную кампанию, которая сразу и на поиск РСЯ, или смарт-баннеры плюс динамику. Одновременно запускать сразу точно не стоит, потому что они друг с другом грызутся, хотел сказать. Ну, в общем, они конкурируют. Поэтому либо то, либо то, посмотрите, сами поэкспериментируйте. Если нужно супербыстро запускаться, можно запускаться с товарной кампанией. Это как раз второй пункт. Товарная кампания вот здесь она. Она на самом деле должна находиться вот здесь, в мастере кампаний. Просто Яндекс вам даже в режиме эксперта ее подсовывает, типа пользуйтесь. Это особый тип рекламной кампании, где вы как раз заводите рекламу сразу и на поиск, и на сети. Дальше автоматически Яндекс со всем работает. Это в целом работать может отлично, во многих проектах используется. Смарт-байнеры для RSE, динамические объявления на поиски и товарная галерея. Вот здесь, смотрите, есть такой отдельный тип продажи через товарную галерею, хотя на самом деле в Яндекс.Директе динамические объявления на поиски и товарная галерея, они объединены. Это, по сути, один и тот же тип рекламной кампании. Просто когда вы заводите рекламную кампанию, вы выбираете, где должны идти показы. Только в товарной галереи, только динамические объявления, вот эти классические поисковые, или и там, и там. И можно разнести в отдельные рекламные кампании, это будет нормальным, в общем-то, подходом. Отдельно товарную галерею, отдельно динамические классические объявления. Как создается товарная реклама? Ну, либо полностью вручную, но если у вас интернет-магазин, настроена электронная коммерция, то скорее вы в первую очередь будете запускать автоматические рекламные кампании, динамические кампании. У вас есть интернет-магазин, вы передаете в Яндекс данные о ваших товарах. Можно передавать с сайта просто данные, но это не самый лучший способ. Лучше передавать данные через фид. У вас на сервере с вашим интернет-магазином должен лежать фид, в котором собраны все данные о ваших товарах. Что такое фид? Упрощенно говоря, это такой файлик или документ, в котором в каждой строке, вот представьте Excel, в каждой строке информация о каждом товаре. Что это за товар? Сначала идентификатор, потом название, цена, старая цена может быть, описание, характеристики. И вы все это передаете в Яндекс.Директ для того, чтобы робот это обработал. В том числе, кстати, там есть ссылки и на товар, и на изображение. Потом робот все это обрабатывает, формирует эти товары внутри Яндекс.Директа, и дальше вы из этого запускаете рекламу. Вот с этим фидом робот работает. Почему надо с сайта передавать ваш фид, а не загружать вручную? Потому что вы у себя на сайте этот фид будете обновлять с той необходимостью и с той скоростью, исходя из того, как часто у вас информация на сайте изменяется, как часто меняются цены, как часто меняется в наличии и не в наличии товар. И у вас сразу фид будет обновляться на сайте, и в Яндекс.Директ он будет передаваться. Но Яндекс.Директ его будет скачивать, ну, например, раз в сутки. То есть не будет, знаете, каждые пять минут у вас скачиваться фид, постоянно прям суперактуальные предложения. Но все равно это наилучший вариант, наилучшая связка, которая может быть. Здесь адекватный вопрос, а как вообще сделать такой фид, как его разместить на своем сервере, забегая вперед. Разработчик должен это делать, программист должен это делать по вашему техзаданию. Дальше робот работает, вступает в работу робот Яндекса, он обрабатывает информацию о товарах, генерирует рекламные объявления, подбирает самостоятельно аудиторию, которой нужно показывать ваше рекламное объявление, что в поиске он подбирает запросы, что в сетях он подбирает аудиторию по интересам, по характеристикам, то есть тех людей, которых это может интересовать, в том числе по недавней истории поиска данной аудитории. Как добавить товары сайта в рекламную кампанию? Ну, например, в кампании типа SmartBanner и динамические объявления можно добавить товары через фид или сайт, вот когда вы доходите там до уровня создания группы объявлений, вам будет предложено загрузите товары через фид или через сайт. Вот можно выбрать через сайт, если у вас нет фида, и тогда робот Яндекса просто пройдется по вашему сайту, соберет информацию на основе тех товаров, карточек товаров, которые есть на вашем сайте, и из этого постарается что-нибудь смастерить. Но если через сайт, то, во-первых, в формате динамические объявления у вас не получится товарную галерею запустить, то есть вы не попадете вот в этот замечательный блок, трафарет хотел назвать, ну, блок, давайте скажем, только через фид можно запуститься таким образом. А во-вторых, через сайт, в принципе, может быть собрана ни полная информация, ни все товары, обновление может быть реже, потому что роботу надо самому идти и просматривать все ваши товары на вашем сайте. Если через фид, значит, вы сначала фид загрузите в Яндекс.Директ, а потом вот здесь вы выберете товарный фид, который уже есть в списке, видите, написано из списка, выберите на данном уровне. Если запускать рекламную кампанию типа товарная кампания, которая полуавтоматическая, давайте назовем, то там можно через сайт, через фид, или можно еще вручную. Смотрите, здесь можно указать ссылку на новый фид, можно загрузить фид с компьютера, не рекомендую, потому что в данном случае вам всегда вручную нужно будет выгружать фид, загружать фид, когда что-то обновилось. Вот такой себе подход. Есть ручное управление товарами, смотрите, что это такое. Если вы нажмете на это ручное управление товарами, если у вас есть Яндекс.Директ, можете сейчас прям создать товарную кампанию, посмотреть, как это работает. Там, по сути, вы создаете фид вручную прямо внутри Яндекс.Директа. То есть вам Директ будет предлагать, заполняйте данные о товарах, укажите название, укажите ссылку, укажите какую-то дополнительную информацию, но там тоже очень-очень усеченное, ограниченное количество параметров, которые вы можете передавать. Через фид намного больше можно всего передать. Поэтому вот это ручное управление товарами, оно скорее подходит для очень небольших интернет-магазинов, когда у вас десяток, может быть, товаров, ну, пара десятков. Вы сможете это вручную завести. Опять же, если нужно будет что-то обновить, это нужно будет делать вручную, заходить, что-то изменять. Поэтому, на самом деле, даже если у вас 20 товаров, я бы на вашем месте сделал фид и передавал данные с фида. И последний здесь пункт, вот товары, найденные на сайте, это вот как раз через сайт, как и было на предыдущем слайде, когда робот Яндекса пойдет сам на сайт, пройдется по нему и попробует подсобрать те товары, которые вам нужны. Для того, чтобы у вас, в принципе, фид появился в Яндекс.Директе, его нужно будет загрузить вот сюда, в библиотеку. Заходите в библиотеку, там добавить фид, попадете на страничку, где у вас изначально ничего не будет, и здесь вот как раз есть кнопочка добавить фид и опять же, либо загрузить по ссылке, либо загрузить из файла, лучше загружать по ссылке. Вот здесь до этого я вам показывал, что есть возможность вручную управлять товарами, это сейчас доступно только на уровне рекламной кампании типа товарная кампания, но вообще-то Яндекс, есть у меня такая инсайдерская инфа, что Яндекс хочет это сделать в принципе на уровне всего аккаунта, все рано или поздно появится эта штука и вот здесь, то есть вам будет предложено в библиотеке фидов создать самостоятельный фид прямо в Яндекс.Директе. Ну в целом удобно для небольших интернет-магазинов, может быть и подойдет, но я с такими проектами например не работаю и в целом считаю, что это далеко не самый оптимальный вариант. Плюсы и минусы. Плюсы работы с фидом, тут в заголовке, как видите, написано плюсы, подходит для большого ассортимента, содержит больше информации о товарах, особенно если это будет YML фид, Яндекс.Маркет.Лэнгвич, более релевантный подбор поисковых запросов, потому что чем больше данных вы передаете о каждом товаре, тем лучше робот будет работать. Его проще будет разобраться, что это за товар. Вы в каждом конкретном атрибуте товара в фиде будете писать, что например вендор это вот такой-то, ну бренд конкретно передавать, там наименование вот такое-то, какая-нибудь дополнительная характеристика, которая важна, там цвет или что-то еще, вот такое-то, цена, вот такая, старая цена, вот такая, значит можно скидку еще показать. Робот фид обработает гораздо проще, быстрее и лучше, чем он обработает ваш сайт. На сайте он может много чего не найти и просто не понять банально чего-то. Автоматическое обновление данных и добавление новых товаров, если у вас на сайте фид обновляется. В динамических объявлениях будут доступны показы в товарной галереи через фид, доступны фильтры по дереву, категории и по условиям. Это вообще интересная штука, когда вы создаете рекламную кампанию типа смарт-байнер или динамические объявления. Если у вас фид формата YML, у вас будет возможность в таком древовидном формате выбирать, что в конкретной группе рекламировать. Смотрите, у вас уровень кампании, чуть поменьше уровень группы, и вы в одной группе, например, хотите рекламировать женские куртки определенного бренда. Вот это вы сможете просто выбрать через дерево категории. Вы подгрузили фид, открывается вот такое потом полотно того, что робот увидел в вашем фиде, и вы там видите, что есть женские куртки, замечательно добавили, и потом еще одно условие, конкретный бренд, и добавили еще условие, что они в наличии. Гораздо проще с этим работать, поэтому, помимо того, что просто фид, он еще и должен быть YML-овский. В фильтрах по условиям много возможностей отобрать товары для рекламы, дальше я покажу, как отличается количество возможностей и данных, которые вы можете передавать, еще и в зависимости от того, какого формата у вас фид. Это тоже важно. По минусам нужно создать фид, конечно, это проблема, и очень часто в фидах ошибки, очень часто. Я бы сказал, в 8-9 случаях из 10 фиды, с которыми приходят клиенты, не совсем, скажем так, подходят для создания качественной и эффективной рекламной кампании. Их нужно дорабатывать, их нужно переделывать для того, чтобы все передавалось корректно, потому что, если там что-то передается неправильно, ну, банально, вы там написали тег-дискрипшн, он у вас супер длинный, вроде бы в фиде это нормально, потому что именно у вас на сайте такое описание товара, оно очень длинное, вы захотели там расписать вообще все, что только можно, и в фид оно так передалось. И ничего другого для робота вы не передаете для описания рекламного объявления, для текста рекламного объявления, он заберет, например, этот текст, а он супер длинный, он больше 81 символа, например, он в поиск, это никак не запихнет, ну, в смысле, все не поместит уж точно, ему придется что-то обрезать, получается, что у вас будет какой-то текст, потом три точки, например, в конце. И это всего лишь одна из ошибок, которые бывают в фидах. Скорее всего, потребуется помощь разработки, разработчика, программиста, не то, чтобы это прям сильно страшно, и вообще лучше, конечно, воспользоваться помощью, чем создавать самим. По товарам, которые добавляются через сайт, обратите внимание, здесь в заголовке написано «минусы», там были плюсы по фиду, а здесь минусы. Работает не для всех сайтов, это тоже важно. Вот вы видели, что у меня там есть, была возможность в товарной компании, вот здесь, предложены вот так, товары, найденные на сайте, а иногда это не предлагается, потому что Яндекс говорит, что я вот по этому сайту, вы же сначала ссылку на сайт добавите, он скажет, я по этому сайту не могу пройтись, не может робот туда пойти и собрать ваши товары. Значит, вы не сможете, банально, физически просто не сможете включить настройку рекламной компании по сайту. Медленное обновление информации о товарах, оно действительно медленное, я не буду говорить сроки, но иногда там прям долго, допустим, у вас товар перестал быть в наличии или цена изменилась, там две недели, там до двух недель, например, может быть, иногда бывает по-разному, в этом точные сроки я называть не буду. Подходит только, если в магазине не более 100 тысяч товаров, ну, скажем так, 100 тысяч товаров это редко, какой магазин на самом деле, поэтому может быть для вас это и не сильно страшно, но тем не менее. Недоступна опция ручное управление текстами, это важная штука, ручное управление текстами в настройках рекламной кампании позволяет вам самостоятельно указать, что должно быть в заголовке, что должно быть в описании рекламного объявления. Вот если вы по фиду собираете рекламную кампанию, то вы можете в настройке ручное управление текстами сказать, что дружище Яндекс.Директ, у меня в заголовке должна быть информация, например, вендор, тайп префикс и, например, прайс, ну, допустим, то есть должны туда прийти данные с атрибутов название, например, товара, бренд и, например, цена. А если вы создаете рекламную кампанию по сайту, то такой возможности не будет, это значит, что Яндекс будет делать, что сам захочет, в общем-то, что он решит добавить в заголовок, то он и добавит, и там может появиться артикул, да все, что угодно, что вы передали, что на сайте у вас, в принципе, написано, что сам найдет Яндекс, когда будет по вашему сайту проходить. Кстати, иногда в фидах передают в названиях артикул, и потом они попадают в название рекламных объявлений, в заголовке рекламных объявлений, и это тоже полная ерунда, так делать не надо. Доступны меньше условий для отбора товаров, особенно, чем по YML-фиду, и динамические объявления по сайту не охватывают товарную галерею, но я об этом уже говорил. Из плюсов нужно просто добавить ссылку на сайт. Это, конечно, большой плюс для большинства рекламодателей, поэтому многие действительно это используют, но это далеко не оптимальная настройка. Итак, давайте подведем маленький итог по первому блоку. Для эффективной рекламы интернет-магазина в Яндекс.Директе действительно нужен фид, а дальше мы еще разберемся, что фид должен быть особого формата Яндекс.Маркет.Лэнгвич. Фид – это файл с информацией о товарах, которые используются в Яндекс.Директе, и не только в Яндекс.Директе, но я говорю про Яндекс.Директ, вот Илья после меня будет рассказывать про ВК-рекламу, ВК-реклама тоже используется фид. Для запуска товарной рекламы. Существует три формата фидов. Яндекс.Маркет.Лэнгвич, YML, формат Яндекс.Маркета, который перекочевал еще и в Яндекс.Директ, XML – это формат Google Ads или Google Merchant, и CSV, когда вы просто CSV-шку, XL-ку, загружаете в Яндекс.Директ. Почему в Яндекс.Директе появился формат XML? Ну, потому что Яндекс решил, что им нужно как можно больше рекламодателей получить. Логично? Логично. В Гугле, в Merchant, в Google Ads очень большое количество было рекламодателей e-commerce проектов, потому что там все работало четенько, как часы. И Яндекс такой, окей, нам нужны тоже e-commerce проекты, как бы нам упростить вход? Сделаем, чтобы они просто могли загружать свой собственный Google Ads-овский формат к нам в Директ. Почему бы и нет? Отличное решение. Но это не оптимальное решение для вас, как для рекламодателей, для специалистов, потому что, как минимум, через YML Fit можно передать намного больше характеристик товаров, а это влияет на качество генерации рекламной кампании, на качество подбора запросов и аудитории. 26 характеристик вы можете передать через YML, всего лишь 16 через XML, и только 9 через CSV. Через CSV вообще очень мало, поэтому CSV не рекомендую пользоваться. Через XML 16 характеристик вам может хватать. Характеристики это там цвет, стоимость и так далее. Дополнительные характеристики, ширина, долгота, высота. Помимо этого, в XML есть еще один минус, нет дерева категорий, и еще один есть минус, меньше условий, которые можно задавать для создания фильтров на уровне групп. Поэтому я бы сказал вот так, вот если меня прям спросить, вот пришел ко мне клиент и говорит, у меня e-commerce проект, интернет-магазин, но я вот сейчас только буду делать фид. Спросите меня, я скажу, отлично, что у вас еще нет фида, давайте сделаем, и давайте, конечно же, сделаем Яндекс.Маркет.Лэндвич, будем с сервера сайта вместе с данными сайта передавать это в Яндекс.Директ, и все будет замечательно, и мы сможем максимально детально проработать настройки рекламной кампании. Формат фида влияет на то, насколько эффективно будет работать ваша реклама, это супер важно. Вот пример YML фида, я его забрал просто из справки Яндекс.Директа, и это вот, то, что вы сейчас видите, это информация об одном товаре. Товар в фиде для Яндекса, для YML фида, отображается как оффер, вот видите, написано, то есть здесь открылся товар, информация о товаре, оффер, вот его идентификатор, и дальше различная информация. Вот ссылка, вот цена, вот старая цена, вот валюта, картинка, еще одна, две ссылочки на картинки передается, можно пять, например, передавать, будет каруселька в РСЯшных рекламных объявлениях. Дальше, Type Prefix, это типа, что это за товар, принтер, вендор, это бренд, HP, модель, вот такая-то, дальше, описание здесь передается, вот такое описание, можно специально сделать описание покороче, а можно добавить еще дополнительную, смотрите, штуку, называется Sales Notes, это только через YML Fit вы можете передавать, наверняка у вас этого нету в фиде, записывайте себе, делайте пометочки. Через специальный атрибут Sales Notes вы можете передать описание для рекламных объявлений, допустим, у вас будет вот обычный description, это описание, как у вас на сайте, например, и вы можете в фид еще закодить Sales Notes, сюда написать описание для товара из 81 символа, и когда вы будете формировать рекламную кампанию, для объявления вы выберете ручную настройку текстов, и для описания текста вы укажете, что там должен быть атрибут Sales Notes, и тогда робот Яндекса возьмет в описание то, что вы добавили вот сюда, а вы здесь можете написать то, что вы пишете вручную в ваше объявление, когда вы их формируете, то есть вхождение фразы, информацию о цене, информацию о каких-то преимуществах, оффер, триггер, все, что хотите, вот вы можете сделать такую настройку, круто же, да, это вот как раз такие фишки, нюансы, которые позволяют сделать эффективную рекламу, ну и дальше еще дополнительная какая-то информация, дальше вот оффер закрыли, вот это все фиде информации об одном товаре, если у вас тысяча товаров, ну у вас, представьте, тысяча вот таких будет блоков, которые вы в итоге передадите в Яндекс.Директ, на основе чего будет формироваться рекламная кампания. Вывод по маленькому второму блоку, чем больше информации о товарах передается в фид, и чем более структурирована эта информация, тем релевантнее товарная реклама. Кстати, существует два формата YML-фида, упрощенный и произвольный, и вот с этим тоже вам придется разобраться, для того, чтобы, там не то, чтобы суперглобальная разница, там разница в основном в том, как передается наименование товара. Но загляните, загляните, я вам дам ссылочку, которая поможет вам техзадание сделать для специалиста, для разработчика, загляните обязательно в справку и почитайте. как создать фид? Можно создать вручную, ну, такой себе подход, можно сгенерировать в CMS, если там WordPress, тильда, они обычно умеют генерировать фид, например, для WordPress есть специальный плагин, который позволит вам сгенерировать фид, тильда сама умеет генерировать, для остальных CMS, в принципе, тоже вы можете найти решение, в конце будет прям целый список у меня полезных ссылочек, там есть как раз список CMS, для которых решения готовы и существуют. Третье, это создать фид с помощью специального ПО, специального разработчика, которого вы наймете, и это лучшее решение. Вот если создавать фид вручную, то это, конечно, дешево, но долго и малоэффективно, потому что ну, не самый, далеко не самый оптимальный вариант. Если CMS, в целом, это нормальный подход, нормальный. Это быстро, действительно недорого, но не очень гибко, потому что, скорее всего, у вас не будет возможности добавить туда какие-то уникальные атрибуты, типа там sales notes, что-то как-то доделать, доработать. Скорее всего, там просто плагин или сам конструктор сгенерирует фид на основе того, что вы добавили в карточки товаров и дальше предложит вам именно это использовать. Если нет возможности кастомизации, то тоже не самый лучший вариант. Ну, а с разработчиком, конечно, недешево, но зато гибко, не быстро, но зато будет эффективно, если все будет сделано хорошо. Но если у вас нет CMS или не хватает ее возможности, тогда обращайтесь к разработчикам. Если есть система управления контентом сайта, ну и там есть возможность сгенерировать фид, желательно YML-овский, то воспользуйтесь этим, сделайте такой фид, передайте его в Яндекс.Директ и запустите рекламу. К рекомендациям. Корректно настроить электронную коммерцию, найдите аналитика, которая для вас все настроит, если надо, обращайтесь в агентство YLAM. Разберитесь со структурой сайта и фидом для Яндекса, найдите программиста, который вам делал сайт, пусть он сделает это. И с сайтом надо разобраться, чтобы удобно было, чтобы на карточках вся информация была, и чтобы фид был корректный, полный. Укрупняйте рекламные кампании. В мастере кампании вообще в принципе нет групп, там в товарной кампании нет групп, но там вы будете делать фильтр, значит, на уровне всей рекламной кампании. В целом смарт-баннеры и динамические объявления можно тоже укрупнять, но обязательно делать разбивку товаров или групп товаров через фильтры на уровне групп. Выбирайте цели с количеством конверсий в неделю больше 10, лучше оптимизироваться по e-commerce покупка, если столько покупок не совершается, тогда на шаг повыше, например, добавление в корзину. Это нужно для автоматических алгоритмов, потому что в автоматических компаниях, полуавтоматических компаниях только автостратегии. Выбирайте конверсионную стратегию и оптимизируйтесь по правильным целям. Чтобы у вас были цели e-commerce покупка и добавления в корзину, нужна электронная коммерция. Если финальная конверсия на сайте, это заявка или звонок, настроите, значит, передача оффлайн-конверсии с CRM, настроите динамический колл-трекинг, настроите связку CRM-системы, передавайте эти данные, желательно оптимизироваться на квалифицированные лиды, показатели. Интернет-магазин скорее всего будет работать на DRR в доле рекламных расходов. Если для вас нормально DRR 18%, значит 18%. Если 16-14%, значит 16-14%. Если у вас интернет-магазин, где вы готовы работать с DRR 30%, значит 30%. Пожалуйста, посчитайте адекватно и не надо завышать ожидания, потому что вы работаете в рынке, конкуренты ваши работают в рынке, и Яндекс будет отдавать вам ровно столько, сколько вы можете выкупать. Не занижайте недельный бюджет, минимум нужно выкупать 10 конверсий в неделю, чтобы алгоритм адекватно работал. Запускайте эксперименты, помните, что ваша изначальная гипотеза может не сработать, и это совершенно нормально. К бонусам, и у меня останется несколько минут для ответов на вопросы. Еще раз про агентства. У нас есть замечательные агентства, специалисты уже очень много лет, более 10 лет работают с разными проектами, в том числе активно ведут e-commerce проекты, у них большая экспертиза накоплена в разных направлениях. Ссылочку вам сейчас скинули, переходите, там же на этой страничке вы можете получить бесплатную консультацию, пожалуйста, воспользуйтесь ей. Если вопросы по аналитике, пожалуйста, по аналитике, приходите, обращайтесь, вам помогут. Также хочу вам рассказать о том, что у нас уже стартовал бесплатный, совершенно бесплатный, полный, полноценный онлайн-курс по Яндекс.Директу, актуальный, сейчас выложено только два первых модуля, дальше модули будут выкладываться, там уже будет и про пакетные стратегии, там будет отдельный большой блок, посвященный e-commerce, там будет про оффлайн-конверсии, про колл-трекинг, поэтому обязательно регистрируйтесь на данный курс и изучайте его еще раз бесплатно. И в данном случае бесплатный не значит ни полный, ни полноценный, ни в коем случае. Замечательный курс, программу курса прорабатывал я, я согласую все материалы, я согласую всех спикеров, все записи, спикеров много, это практики, эксперты, специалисты, аналитики по блокам для аналитики, я в них уверен, я им доверяю, поэтому приходите, пожалуйста, и учитесь. Вот такая там программа, начиная от самых азов, заканчивая автоматизацией даже отчетности, а не просто автоматизацией, работой с рекламой. Также у нас в E-Lama есть бесплатный маркетплейс, как я говорил в самом начале, мы заплатили, даем вам бесплатный, в том числе в этом маркетплейсе есть сервисы, которые борются с фродом, со скликиванием, это кликфрод и ботфактор, вообще-то они стоят немалых такта денег, для некоторых проектов прям много, но работая с E-Lama вы можете воспользоваться ими совершенно бесплатно, становитесь клиентом E-Lama, подключаете необходимый для вас инструмент и пользуетесь бесплатно, единственное, что там каждый месяц нужно будет подтвердить, что вы им дальше хотите пользоваться, и все. Они доступны на тарифе Optimal, но тариф Optimal вы подключите себе в E-Lama, если у вас хотя бы 20 тысяч рублей в месяц бюджета на рекламу, ни о чем, согласитесь, то у вас будет тариф Optimal в E-Lama бесплатно, вы будете пользоваться E-Lama бесплатно и дополнительными инструментами тоже бесплатно. Все для вас в E-Lama будет бесплатно, пользуйтесь, пожалуйста. Здесь список полезных материалов, модератор не будет скидывать их в чатик, но они останутся в презентации, вы получите запись этого мероприятия и презентации в течение ближайших нескольких дней, и там по ссылочкам, пожалуйста, попереходите. Здесь действительно полезная информация по справке, по фидам и так далее. В общем, поэтому почитайте, поизучайте. На этом мой доклад подошел к концу, после меня еще два спикера, поэтому ни в коем случае не отключайтесь, не уходите, там суперинтересная информация про озон перформанс, ВК рекламы и Авито, а у меня осталось пара минут для того, чтобы почитать ваши вопросики. А вы пока можете написать, насколько вам понравился мой доклад, интересно было или нет. Так, как рассчитать ДРР? Слушайте, ДРР нужно считать относительно вашего собственного бизнеса. Формулу, я уверен, вы найдете, на слух вы ее вряд ли все равно будете воспринимать. Как рассчитать под себя? Посмотрите, если не понимаете, на что нужно ориентироваться, сколько вы готовы платить с каждой продажи. Ориентир-то такой, сколько вы готовы платить с каждой, например, у вас покупка на 10 тысяч, вы готовы тысячу заплатить. Вот, пожалуйста, вам ДРР на 10%. Но посмотрите еще сводку по рынку, по мониторить, поизучайте информацию, как на рынке работают ваши тематики, какие обычно ДРР коллеги устанавливают для того, чтобы вы примерно в рынке работали. Но в любом случае вам надо смотреть на собственный бизнес, чтобы не работать в минус. Так, из товарной компании объявления будут попадать в товарную галерею? Да, будут. Да, будут. Отличный вопрос, я про это не сказал. Смотрите, если вы хотите настроить рекламную компанию по сайту, а не по фиду, и при этом хотите попадать в товарную галерею, настраивайте товарную компанию. Только из товарной компании можно попасть и в товарную галерею в том числе по сайту, а не по фиду. А когда вы просто запускаете формат рекламы товарной галереи, то только по фиду, только по фиду. Так, спасибо за отзывы. Вижу очень большой вопрос от Рамиля. Рамиль, я почитаю сейчас, когда уже отключусь, и постараюсь ответить текстом. Как рекламировать интернет-магазин для взрослых? Какие инструменты Яндекса доступны в этой нише? Товарные компании, мастер-компании, с каких лучше начинать? У меня никогда не было проекта товара для взрослых. Вроде бы там есть какие-то ограничения, но кажется, что рекламировать можно в целом. Посмотрите, пожалуйста, на правила модерации в Яндексе все расписано. Если не найдете каких-то жестких ограничений для себя, пожалуйста, используйте весь функционал, который в принципе доступен. Если вы сейчас зайдете в Яндекс, ведете поисковый запрос товаров для взрослых и увидите какие-то рекламные объявления, значит, ваши конкуренты рекламируются, и вы можете тоже. Но, сори, у меня нет личного опыта, поэтому я не могу дать конкретную рекомендацию. Так, спасибушки. На этом позвольте мне откланяться. Один вопрос большой, я сейчас еще прочитаю, а потом убегу, поеду на конференцию в Нижний Новгород. Кто из Нижнего Новгорода, можем завтра там увидеться на конференции DigitalO. Теперь, пожалуйста, приходите. Илья, подключайся. Друзья, всем привет. Сегодня расскажу вам про Озон Перформанс и ВК-рекламу, как это применяется в E-компроектах, как мы работаем с клиентами. Представлюсь, меня зовут Илья Мельников. Я в E-Lam в нашем агентском направлении занимаюсь тем, что помогаю клиентам подобрать рекламный инвентарь под их задачи. И вот мы с командой как раз-таки занимаемся продвижением по контексту, таргету, SEO, ну и, в общем-то, по Озон Перформанс. Итак, что сегодня расскажу? Ну, в общем-то, чем полезны будут Озон Перформанс и вообще, что такое Озон Перформанс, и чем полезна будет ВК-реклама для интернет-магазинов. И дам несколько рекомендаций от спецов, практикующих спецов агентства для проектов E-commerce. Давайте для начала попрошу, наверное, вас поставить плюсики из тех, кто продает свои товары на Озон. А теперь попрошу единички из тех, кто поставил плюсики. Так вот сложно. И кто использовал уже рекламу внутреннюю Озон в кабинете Озон Селлер. Меньше единичек, но уже да, уже вижу. Так, про Озон Перформанс. Давайте тогда расскажу, это будет интересно. Что такое, по сути, Озон Перформанс? Озон Перформанс – это рекламный кабинет с расширенными опциями, которые предоставляются агентству. Вот, например, агентству E-Lama. В чем его особенности, этого кабинета? Ну, в общем-то, основная особенность – это искусственный интеллект, который соединяет данные о поведении пользователей и о свойствах товаров. Все довольно-таки просто на деле, ну, вот на словах, но на деле, на самом деле, вот сложные машин-лёрнинг-модели соединяют эту всю информацию и позволяют показать вашу рекламу пользователям, которые действительно заинтересованы в этом в данный конкретный момент. В кабинете Озон Перформанс можно рекламировать медийку, баннеры показывать на главной странице и ввести трафик не только внутрь Озона, но еще на ваш сайт или приложение. Тем самым это делает Озон Перформанс актуальным для B2B-проектов, в том числе для услуг. В кабинете Озон Перформанс сильно больше возможностей для ретаргетинга. Дальше покажу, какие есть там возможности, но если коротко, вы можете показывать рекламу тем, кто интересовался вашим товаром, добавлял его в корзину и, в общем-то, показывать эту рекламу, догонять их на Озоне. Ну и благодаря вообще всем этим уникальным алгоритмам ранжирования реклама будет показываться только тем, кто заинтересован, тем, кто авторизован, и про это тоже расскажу чуть дальше. Какие виды в целом рекламы есть в Озон? Ну, наверняка знаете внешний трафик, да, когда мы можем вести рекламу с ВК-рекламы на карточке Озон, с Директа, с блогеров, наверняка вы все это делали, и там есть вопросы к отслеживанию, да, несколько косвенно отслеживается, но про это тоже чуть дальше расскажу. Это классический внешний трафик на Озон. В самом же кабинете рекламном есть два вида рекламы – это продвижение товаров и медийная реклама. Продвижение товаров, в свою очередь, делится примерно на три таких типов компании. Это поисковые компании, брендовую полку и трафареты. Примеры также покажу. Ну, и медийная реклама, по сути, то, что нужно запомнить, это можно показать либо баннер, либо видеорекламу. И большая разница в том, что можно вести либо внутрь на сайт, на ссылку внутрь магазин, в магазин Озон точнее, вот, и можно вести на ваш сайт. Итак, начнем с медиарекламы, как раз с медиарекламы. Как она выглядит? Наверняка видели, что в приложении, что на главной странице, оно прямо в самом верху в виде баннера или видеоролика, может быть, видели. Итак, что касается этих баннеров. Где показывается? Уже сказал, что на главной и показывается в категориях товаров. Выбираете какую-то конкретную категорию товаров в виде таргетинга, и там это все показываете. Баннер или в видеоформате. Показывается также в карточке товара и на брендовой полке. И что позволяет сделать эта штука? Это позволяет повысить узнаваемость, рассказать про какой-то новый товар у вас, про новую акцию или новую линейку. Примерно таким же образом работает и баннер, и видеореклама, если вы ведете на сайт, но только здесь вы можете рассказать уже непосредственно о том, что вы сделали в своем бизнесе, какую-то новую акцию, новую услугу. Опять же, это актуально для проектов B2B. Теперь немного про таргетинги. По условиям таргетирования есть примерно три возможности таргетироваться в Озон Перформанс. Это по тем, кто авторизован в приложении или на сайте, или не авторизован. Мы предполагаем, что те, кто авторизован, они наиболее активно покупают товары на Озон. Это по условиям таргетирования. Это то, что часто спрашивают клиенты, можно ли таргетироваться на конкретный город. Да, можно, отвечая. И это актуально для локальных бизнесов, не только для федеральных компаний. Поэтому можете на свой город запустить рекламу в Озон Перформанс. Ну и, собственно, по сегментам самое интересное. Это действительно можно показываться по различным категориям. Те, кто покупает в этих категориях, те, кто эти категории часто смотрит. Или премиум пользователь Мазон. Если для вашего бизнеса это актуально, то это тоже можно использовать в виде таргетинга. Ну и можно различным образом эти сегменты сращивать и взаимоисключать. И коллеги из Озон нам помогают с какими-то кастомными аудиториями, если ничего из существующего не подошло. Такое редко бывает. Теперь про продвижение товаров. Наверняка вы знаете, как это выглядит, классический поиск в прямом его понимании, собственно, и показываются товары в разных видах, собственно. Тоже это все покажу сейчас дальше на примерах. Но что, по сути, такое поиск на Озон? Уже вначале говорил, что самым простым языком, если объяснить, это то, как вы работаете с карточками товаров, то, как вы описываете их, то, как вы взаимодействуете с ними, и то, что нужно пользователям, и то, как они себя ведут, вот это все дело мэтчится, и реклама показывается именно по такому принципу. То есть не только классический поиск с ключевыми словами, но еще и, в общем-то, искусственный интеллект. Ну и примеры, где это все может показываться. Тоже сталкивались. Для чего вообще нужно продвижение товаров? По сути, это нужно для прямых продаж. И тут уже говорил, что влияет на, собственно, показ рекламы. Но важно еще понимать, что есть такая штука, как рейтинг. Это тот ранг карточки и индекс показа, который присваивается к вашим товарам. Расскажу, как это влияет немного дальше. Итак, тип компаний в продвижении товаров. Один из типов компании – это продвижение на поиске. Самая любимая для рекламодателей штука, потому что здесь вы действительно платите за фактический заказ. Платите столько, сколько, в общем-то, поставите в виде процента от суммы товара. Минимально позволяет сделать озон от 7%. Ну и дальше можно повышать. Здесь очень важно считать экономику продаж и управлять этой ставкой непосредственно конкретно в вашем бизнесе. Но минимально это 7% от заказа. Трафареты. И вот здесь хочу вас спросить, вот если, скажем так, вот первый, второй, третий, расскажите мне на ваш взгляд, где здесь трафареты? Первый, второй или третий? Циферкой. Ну да, вот первый. На самом деле правильный ответ первый, потому что он так подсвечивается слегка фиолетовой подложкой. И что важно понимать, что с 1 марта Озон немного экспериментирует с этим форматом объявлений и делает его либо с подложкой фиолетовой, либо с более явной подложкой фиолетовой, либо с определенной молнией, в общем, максимально выделяется. И это вот в выдаче товаров, это все это видно. Вот таким образом выделяется. Здесь оплата идет за показ или за клики, и актуально это для продвижения товарных категорий. Ну и да, сказал, что показывается в каталоге. И, собственно, это максимально тот инструмент, который нужен для продаж совместно с поисковыми рекламной кампанией. Итак, третий тип рекламных кампаний в продвижении товаров – это брендовая полка. Интересный формат. Выглядит он таким вот образом. То есть здесь вы можете показать ваш баннер и три основных товара, которые такие must-have, которые к вам привлекают ваш магазин, пользователя. В общем-то, где показывается? Прямо на страницах с результатами поиска под поисковой выдачей. Это максимально много места занимает, поэтому если вы попали в ключи, видно, что большую часть экранного пространства он занимает. Ну и нужно это как для прямых продаж, так и возможность повышения узнаваемости бренда, потому что бренд также показывается. Ну и последнее про внешний трафик на товары Озон. Это если вам нужно увеличить, масштабировать немножко свой бизнес, и вы все использовали внутри рекламного кабинета Озон, то можно попробовать повести трафик из других рекламных систем или из блогеров. Что важно понимать? Что размечать нужно определенным образом. В самом кабинете Озон есть рекомендации, такой конструктор под создание ссылок для внешнего трафика. Косвенно следить трафик можно и на него влиять. Тем более внешний трафик влияет на положение карточек товара. Ну и несколько рекомендаций специалистов агентства Елама. Это конкретно по продвижению на поиске в данном случае. Если у вас у товара много категорий, вы торгуете разным товаром, то объединяйте их внутри кабинета под разные категории товаров. Таким образом, вам проще будет управлять рекламой, проще будет управлять ставками, проще будет это дело анализировать. И в целом мы довольно много с коллегами говорим о том, что структура – это must-have, правильно выстроенная структура, позволяет сэкономить кучу времени на анализ данных. Следите за индексом видимости. Вот я про него говорил, и чем этот индекс ниже, тем больше показов собирает ваш товар и больше продаж вы получаете. Чем этот индекс выше, то товар, по сути, может вообще не получить просмотров, и за этим тоже важно следить. В кабинете вы наверняка это видели. Ну и следите за ставкой. Есть конкурентная ставка, ставкой можно управлять вручную. С этим тоже экспериментируйте и за ставкой следите, что разную эффективность отдает. Сильно зависит от вашей экономики, кстати. Теперь, что касается брендовой полки. Для продвижения используйте акционные товары, те товары, которые могут привлечь с большей вероятностью пользователя в ваш магазин на Озоне, и позволят дальше ознакомиться с ассортиментом. В брендовой полке можно проработать минус-слова в компании, и это поможет более точно настроить рекламную кампанию. Ну и разделяйте рекламные кампании с брендовой полкой по категориям товаров. Опять же, про структуру. По трафаретам. Управляйте ставкой и разделяйте кампании по категориям. Здесь достаточно все просто, но некоторые про это забывают и пускаются на самотек. По Озону это все. Если не ответил на вопросы какие-то в ходе, я отвечу на них в конце, будет несколько минут. Сейчас расскажу про ВК-рекламу. Мы много про ВК-рекламу говорим на наших вебинарах, на YouTube-канале. Что важно понимать? Что ВК-реклама – это не то же самое, что рекламный кабинет ВКонтакте предыдущий. Это совершенно новая платформа. В чем же особенности? Если коротко, то коллеги из ВКонтакте, из ВК, они объединили ключевые особенности MyTarget и рекламного кабинета ВКонтакте. Это, собственно, такие ключевые технологии объединили. По большому счету добавили также новый пиксель, который важно поставить на сайт и не забывать про это, потому что многие про это забывают. Собирать данные важно уже сейчас. Сами алгоритмы, на которых обучается платформа, состоит из продуктов ВК, которых больше 200 от самой соцсети до Рустора, поэтому кто как себя ведут пользователи, в целом тоже управляется рекламным кабинетом. Ну и нужно быть готовым, что вполне вероятно, что рекламный кабинет перестанет существовать и все инструменты переедут в новый рекламный кабинет, поэтому чем раньше вы переедете, тем будет лучше, тем больше времени будет подготовиться. Итак, сейчас расскажу про основные инструменты специалиста по таргетированной рекламе и в целом по управлению рекламой в ВК-рекламе для интернет-магазинов. Основное пространство, где вы будете работать с рекламой, с каталогом товаров – это центр коммерции. По сути, это такая единая точка входа, где вы будете работать с каталогом, загружать его, корректировать, редактировать, снимать статистику и, в общем-то, все делать именно с каталогом, потому что на основе каталога товаров запускается рекламная кампания. И здесь, опять-таки, важно с этим каталогом работать правильно и структурированно, потому что дальше это позволит, опять же, компании проанализировать по отдельным категориям товаров, например, если это важно. Особенно, если у вас много реклам, большой ассортимент, если у вас, то это в целом может помочь проще просто справиться с этим анализом данных. Ну и такой тип кампаний в целом вообще придуман-то как раз-таки для того, чтобы вообще для e-компроектов. Никита рассказывал в начале, что у Яндекса есть фид, что в ВК этот фид, он тоже довольно актуален. Ну и по требованию просто на самом деле соберите, и это будет нечто вот такое, например, интернет-магазина, как раз-таки пример того, как каталог выглядит именно в интернет-магазине в ВК-рекламе. Ну и несколько рекомендаций, соответственно, установите пиксель. Еще раз об этом скажу, важно. Там есть три предустановленных события. Обязательно проверьте, что у вас это настроено. Это событие просмотра карточки товаров. Это положил в корзину и событие пупки. Вот три этих события должны быть у вас установлены. А дальше с кастомленными, как хотите, развлекайтесь, то есть экспериментируйте, пробуйте разные другие варианты событий. При большом ассортименте разделите каталог товаров на отдельные категории. Это важно, тоже про это многое сказал. Значит, проработайте структуру аккаунта в целом, не только внутри каталога, но и внутри вообще рекламных кампаний. Работайте структурно, опять же, очень полезно для отслеживания эффективности. Привлекайте холодную аудиторию сначала на ваш интернет-магазин. Они не обязательно будут покупать с первого раза, но вы сможете их поймать в пиксель и дальше работать с динамическим ретаргетингом. А динамический ретаргетинг – это ключевой инструмент, который работает в e-com проектах. По большому счету, больше всего конверсий приносит именно он. Ну и работайте с разными воронками по цели бизнеса. Важно понимать, что самим таким алгоритмом, условно, является сам специалист. То, как он проработает воронки, то, как он проработает рекламные кампании, сильно будет влиять на эффективность. На этом по ВК-рекламе, по Zon Performance все. Еще раз напомню про бесплатную консультацию от наших специалистов, практикующих специалистов. Так, а сейчас посмотрю вопросы. Можно посмотреть каталог товаров. Как выглядит, я так понимаю. Ну, был пример. Как выглядит каталог товаров. Надеюсь, видно. То есть, да, здесь тоже мы, скажем так, заблюрили все основные моменты, но здесь тоже передается наличие, идентификатор, стоимость и ключевые параметры из фида. Да, это прямо из кабинета ВК. Передам слово тогда Максиму Аганову. Не разбегайтесь, наш следующий спикер про Авито расскажет. Всем добрый день. Сегодня я расскажу о площадке Авито. Неоднозначным до сих пор многих источники трафика, привлечения клиентов, особенно в части интернет-магазинов. И тема нашего сегодняшнего доклада – почему Авито маст хэв для интернет-магазинов. Вебинар подойдет как для предпринимателей, действующих в товарном бизнесе, так и для маркетологов. Поставьте в чат один, кто предприниматель, у кого есть свой товарный бизнес, и два, кто маркетолог, кто, может быть, хочет продвигать чужие бизнесы на Авито, кто уже это делает. Будет интересно посмотреть, какая аудитория у нас собралась. Вижу довольно много маркетологов. Отлично. Давайте тогда вкратце сначала познакомимся. Меня зовут Максим Аганов. Я основатель агентства комплекса интернет-маркетинга «Аганов Диджитал». Эксперт и преподаватель в официальном бизнес-школе Авито. Помимо всего прочего, мы с вами могли уже встречаться на различных онлайн-мероприятиях, в том числе на вебинарах, которые организовывает ЕЛАМА, ЛАЙК-центр, Университет Синергия, Минэкономразвития и ряд других крупных образовательных проектов. Помимо всего, наша агенция является сертифицированным партнером ЕЛАМА и я лично являюсь сертифицированным бюджетологом от компании Авито. Давайте немножко обратимся к статистике. Что из себя сейчас представляет Авито как площадка? Авито является лидером рынка интернет-обюджетинга не только в России, но и в мире. Пользовательская аудитория более 60 миллионов человек в месяц. Стоит отметить, что Авито представлено на всех платформах, но превалирует все равно в большей части мобильный трафик, это 71%. Это означает, что бизнесу и маркетологам необходимо учитывать этот фактор при формировании коммерческих текстов, формировании дизайна бложек, фотографий и другого контента, который будет адаптирован под мобильный контент. Авито представлено во всех направлениях. Здесь можно не только продавать товары, предлагать свои услуги, но и также арендовать недвижимость, если вам нужно про бизнес, искать сотрудников в массовом подборе и решать вопросы, связанные с транспортом. Занимательный факт, что на Авито проходит 8 сделок в секунду, ежедневно аудитория составляет более 10 миллионов человек и каждый день публикуются 900 тысяч новых объявлений. Потрясающие результаты. Авито, как я уже говорил, стал самым посещаемым сайтом объявлений в мире. В среднем пользователи тратят 11 минут на одно посещение сайта и примерно больше часа в среднем проводят на сайте в день каждый пользователь. Авито также занимает лидерские позиции по всем направлениям, то есть это сайт номер один в России по продаже автомобилей, номер один по продаже квартиры, потому что каждая вторая квартира в России продается именно на Авито. И, как ни странно, сервис номер один по подбору сотрудников, но именно стоит сделать эксцентр в подборе массовых профессий, то есть именно линейный персонал. И также сервис номер один для продвижения услуг. То есть каждый второй подрядчик предлагает свои услуги на Авито. Это факт, это статистика уже. Но давайте обратимся к товарной категории. На Авито самая большая аудитория покупателей в Вернете. На слайде слева на графике можете видеть активную аудиторию мобильных шоппинг-приложений. Данные не суперсвежие. Сейчас отрыв Авито вырос в еще большее количество раз. Здесь мы можем видеть, что Авито уверенно лидирует с отрывом таких площадок, как Алиэкспресс, Валборис, Азон и даже Яндекс.Маркет. И на аудитории практически 9,5 миллионов человек. Если мы говорим про активную аудиторию Авито именно в категории товары, здесь учитывался сайт и приложение на графике справа, то здесь как раз лидируют такие категории, как бытовая техника, запчасти, мебель, ремонт и строительство и ряд других суперпопулярных категорий. Также стоит отметить, что каждая вторая компания среднего и малого бизнеса уже размещается на Авито. Практически 50% компаний использовали Авито за последние полгода для продвижения своих товаров и услуг. А 23% называют Авито основными сервисами для продвижения. Поскольку вы на Авито можете решать как минимум две бизнес-задачи. То есть искать сотрудников, искать подрядчиков, арендодателей, покупать и продавать спецтехнику. То есть любые задачи, которые ставит перед собой компания. Давайте обсудим особенности продаж на Авито. Особенно в отличие от маркетплейсов. В отличие от Валбориса, зоны и других площадок, у Авито нет специальных требований к упаковке. Это плюс для того, чтобы начать свой бизнес и сократить расходы на логистике, на фулфилменте и на других производных моментах. Также отсутствуют штрафы за отсутствие товара на складе. Кто работает с Валборис, наверняка знает, что не так давно площадка вела штрафы от 1500 рублей за отсутствие товара на складе, либо за недостаточное его количество. То есть таким образом площадка борется с предпринимателями, которые заходят с небольшим количеством товара. Либо в принципе не могут обеспечить регулярные поставки. На Авито такой проблемы нет. Здесь в принципе нет какого-то централизованного склада. Весь товар вы храните у себя, а комиссии просто минимально. Мы еще вернемся к комиссиям, к тарифам и рассмотрим более детально. Важный момент, что можно использовать также любые фотографии товара. В отличие от Валбориса, зон, где есть определенные требования к фотографиям, к стилистике, к подаче контента. На Авито вы можете использовать и живые фотографии, и отфотошопленные на белом фоне, которые чаще всего встречаются в маркетплейсах, интернет-магазинах. Можете использовать инфографику и какой-то дизайн на обложках объявлений наносить с рекламными офферами. То есть здесь вы практически не ограничены. И важный момент, можно отправлять товар любой службе доставки. То есть, опять же, нет ограничений, в отличие от маркетплейсов. Чуть позже, опять же, мы обратимся к партнерам, которые работают с Авито по доставке, и вы можете выбирать даже собственную доставку, если развиваете свой сервис. То есть вы, опять же, не зависите от логистики одного гиганта маркетплейса и сами формируете свою юнит-экономику. Финальный, отличительный, очень важный момент. Вы можете подключить свою CRM-систему, собирать клиентскую базу, напрямую общаться с покупателями, созваниваться, переписываться в мессенджерах и, в принципе, там, уводить трафик на какие-то другие свои площадки. Чего нет, опять же, на маркетплейсах. То есть на маркетплейсах, если покупатель зашел в вашу карточку товара, фактически вы не можете никак повлиять на его принятие решения о покупке, увеличить конверсию дальше по воронке продаж. На Авито такая возможность есть. Есть возможность связаться с покупателем, предложить ему какой-то бонус, дисконт, или, в принципе, рассказать и ответить ему на какие-то вопросы по товару. Авито уже 15 лет на рынке, и люди доверяют Авито. Об этом свидетельствует тот факт, что, как я уже говорил, практически 900 тысяч новых объявлений появляются в сутки, и по статистике Авито 70-10 пользователей возвращаются на площадку в течение 30 дней. Это, опять же, свидетельствует о том, что и аудитория доверяет площадки, и Авито решает задачи пользователей. Подытожить этот блок хотелось мысли о том, что Авито – это целая система, имперская экосистема для решения различных бизнес-задач. Вы здесь можете искать клиентов-покупателей не только на свои товары и услуги, но и решать задачи по найму, логистику, подряду и аренде, а также общаться напрямую с покупателями и собирать клиентскую базу. Если у вас возникают какие-либо вопросы о том, как развивается площадка, какие есть сервисы и дополнительные инструменты для бизнеса, на площадке есть обнименный раздел в шапке сайта, слева вверху, он так и называется «Для бизнеса». Здесь вы можете записаться на различные онлайн-мероприятия, которые проводят регулярно Авито, почитать успешные кейсы коллег в блоге о бизнесе и воспользоваться курсами в бизнес-школе Авито, в том числе, где мы с коллегами проводим различные онлайн-мероприятия и рассказываем о фишках, кейсах и лайфхаках, как можно продвигаться успешно на Авито. Давайте обсудим, как кризис повлиял на продажи на Авито и почему продажи на Авито выросли после начала кризиса. Произошел рост спроса в ряде категорий. На графике в таблице вы можете видеть, что в таких категориях, как бытовая техника, электроника, одежда, фиксары, ремонт и мебель, интерьер, произошел значительный прирост именно самой аудитории, поскольку аудитория лишилась год назад привычных для себя площадок, инструментов, где не могут покупать товары и искать услуги, и пришла на Авито. Но также произошел и рост предложения. Аналогично с пользователями предприниматели лишились для себя привычных инструментов продвижения, таргетированной рекламы, контекстной рекламы в Google Ads и пришли на Авито, поскольку здесь уже была подготовлена инфраструктура для того, чтобы продвигать свои услуги и продавать товары. Соответственно, прирост здесь также можете видеть в таблице составил довольно значительные цифры именно в количестве миллионов человек, и это сильно повлияло на развитие площадки в дальнейшем. Какие меры поддержки Авито оказала предпринимателям во время кризиса? Ввели новые способы доставки, появились постаматы BigPoint, курьерская отправка между городами. Также недавно Авито подключила СДЭК в качестве партнера и увеличила еще больше всех своих партнеров по доставке и логистике. Авито внедрила сервис аналитика спроса, а также, соответственно, проводила ряд бонусных скидок на размещение в категории оборудования для бизнеса. Давайте чуть подробнее остановимся на аналитике спроса, что это за инструмент и зачем он нужен, и как он может помочь предпринимателям и маркетологам, и вообще зачем она нужна. Аналитика спроса позволяет следить за спросом и предложением покупателей в разрезе прошлого месяца или в разрезе прошлого законченного дня. Вы можете изучать динамику рынка, можете отслеживать ситуацию в каких-то смежных категориях. Например, если у вас товарный бизнес, вы условно продаете мобильные телефоны в Санкт-Петербурге и хотите выйти на какие-то смежные позиции, то вы можете, допустим, проанализировать, какие сейчас продажи, какой уровень спроса в категории аксессуаров. И за счет этого, опять же, нарастить свою выручку, потому что из практики выручка им, в общем, маржинальность на мобильных аксессуарах, она выше, чем на мобильных телефонах. Это все вам позволит прогнозировать и окупаемость вложений, и, в принципе, отслеживать динамику рынка. То есть если идет какая-то просадка, то вы как маркетолог или предприниматель можете понимать, просадка конкретно в вашем бизнесе или в целом по рынку, с чем она может быть связана, и как спрогнозировать, чтобы удержаться на плову. Давайте чуть подробнее остановимся на том, как можно считать окупаемость. Форма расчета окупаемости именно маркетинга в вложении довольно проста. Вы видите ее на слайде. Здесь прибыль делится на расходы, которые были вложены на маркетинг, умножаются на 100. То есть прибыль – это доход от инвестиций минус расходы на маркетинг, расходы – это общие затраты на рекламу. То есть для маркетологов это понятная, знакомая, надеюсь, давно уже формула. Давайте посмотрим на примере, как это может выглядеть. Допустим, у нас есть компания по продаже мебели, которая использует iVider для продвижения своих товаров. По итоговым периодом рекламной кампании руководство приняло решение посчитать окупаемость всех вложений маркетинговых. И посчитали общую сумму вложений – 150 тысяч рублей, посчитали, какое количество заявок завершилась успешной сделкой, то есть на финальном этапе воронки продаж – это 15. Высчитали средний чек – 51 тысяча рублей. И по итогу несложной формулы мы получаем, что вложения в Авито за период окупились на 27,5%. С помощью аналитики спроса и данной формулы вы, в принципе, можете считать и прогнозировать методом от обратного, какие цифры вы должны получить на верхнем этапе воронки. То есть количество показов, просмотров, количество контактов, количество реальных обращений. И далее уже финальный этап – именно сколько продаж можно получить с учетом вложений в рекламу. Как мы уже ранее останавливались на цифре, и хочется еще раз повторить, что на Авито более 60 миллионов человек ежемесячно пользуются площадкой. И давайте более подробно посмотрим, какая же аудитория у нас находится на площадке. Если говорить про уникальных авторизованных пользователей, то месячные показатели составляют 44,7 миллиона человек. Если говорить про дневные показатели, то 14,7 миллиона. Для маркетологов, я думаю, эти данные понятны, поскольку они показывают активность и вовлеченность пользователей в серфинг по сайту, по площадке в целом. Если говорить об Авито в цифрах возрастных и демографических данных, то аудитория – это люди в возрасте от 18 до 64 лет. Ядро аудитории, то есть самая платежеспособная его часть – люди в возрасте от 25 до 54 лет. Меньше всего Авито используют люди в возрастных группах, указанных на слайде, то есть это 14,17, 18,24 года и 55,64 года. Опять же, для чего нужны эти данные? Для того, чтобы понимать, как формировать маркетинговую стратегию, какой вид у вас бизнеса, какая ниша. Зачастую к нам в агентства приходят предприниматели, которые, например, говорят, что бьюти-сфера на Авито не пользуется популярностью и скептически относятся. Но на основе этих данных мы можем понять, действительно ли есть та целевая аудитория, платежеспособная социально-демографическим показателям, которая может принести прибыль и окупаемость проекта. Умеренные пользователи, то есть те, кто является так же лояльным к площадке, но не такие активные, в отличие от основной ее части, преимущественно женщины как раз в возрасте от 45 до 64 лет. И чаще всего Авито пользуются площадкой, то есть площадкой Авито пользуются именно мужчины в возрасте от 18 до 44 лет. И на этом слайде мне хотелось бы зафиксировать ваше внимание и развенчать миф о том, что на Авито продают только поддержанные вещи. Нет, это не так. По внутренним исследованиям площадки 75% аудитории, даже больше, имеют доход средний и выше среднего. Это еще раз свидетельствует о том, что Авито – это мощный канал продаж для любого бизнеса, будь то малый, средний, крупный, эконом или даже люк-сегмент. То есть любой бизнес найдет здесь клиента и получит окупаемость. Давайте чуть более подробнее остановимся на интересах аудитории. Что же ищут пользователи Авито? Нас в данном докладе интересует больше все-таки товарная история, поэтому здесь мы можем обратить внимание на категорию бытовая электроника, личные вещи, возможно, авто. Здесь вы можете видеть, опять же, что более 93% покупателей товаров онлайн пользуются классифайдами. То есть классифайд – это именно доска объявлений. И среди них подавляющее большинство, то есть 96% пользуются Авито хотя бы иногда. Итак, давайте сейчас более предметно разберем, с чего же начать работу на Авито и как начать продавать. Если вы размещались как частные пользователи, либо только начинали и тестировали какую-либо нишу бизнеса, вы знаете, что есть разовое размещение, а есть сейчас пакетные решения у Авито. То есть у вас может быть обычный профиль продавца, может быть страница магазина. Давайте рассмотрим более подробные инструменты для профессиональных пользователей. На данном слайде показана простая работа с площадкой и тот путь, который обычно проходит любой бизнес при работе с Авито. То есть изначально мы подключаем, выбираем тариф, размещаем объявления, начинаем продвигать товары или услуги и начинаем общаться, коммуницировать и продавать клиентов. После всего мы проводим аналитику, делаем выводы и корректировки выносим, соответственно, в нашу рекламную стратегию. Что такое тариф на Авито и зачем он нужен? Тариф – это именно производная от… то есть стоимость тарифа складывается из оплаты размещений на 30 дней или оплаты целевых действий. Сейчас у Авито переходный период и кто работает с площадкой давно заметили, что необязательно сейчас платить большие суммы за пакеты размещений, как было раньше. То есть сейчас товарные категории практически уже на всех аккаунтах, на новых точно, вы платите только за просмотр, то есть за оплату целевых действий, плюс стоимость набора услуг. Давайте как раз его рассмотрим. Здесь как раз хочется рассказать более детально, как складывается стоимость самого тарифа. То есть стоимость целевых действий, количество этих действий, да, то есть условно у нас есть стоимость просмотра, например, один рубль, плюс количество просмотров, допустим, 100. И в итоге мы получаем ту сумму, которую нам необходимо заложить на авансовый платеж на Авито, плюс стоимость набора услуг. Такая стоимость тарифа сейчас работает и в товарах, еще в категории работа, там идет оплата только за отклики. В услугах же немножко работает по-другому, то есть там все еще работает стоимость за размещение и также недвижимости. Но тарифы на Авито меняются, поэтому не будем сейчас заострять внимание на способах оплаты, сколько в рамках одного-двух месяцев что-то может поменяться и формат работы будет скорректирован. Давайте остановимся на том, что включает в себя каждый из наборов услуг, то есть сам тариф, базовый, расширенный либо максимальный. В базовом тарифе у вас есть бесплатно в доступе кабинет Авито.Про, то есть сама рекламная платформа, возможность планировать услуги продвижения и подключение сотрудников к работе с профилем. На слайде справа можете видеть пример, как выглядит обычный профиль, то есть на базовом тарифе. Этот тариф бесплатный, то есть он подключается в разделе для профессионалов в вашем кабинете Авито. За него вы ничего не платите, кроме оплаты за размещение либо оплаты за целевое действие. Для профессиональных пользователей я все-таки рекомендую хотя бы расширенный тариф, поскольку он отключает конкурентов в рекомендациях, то есть если пользователь зашел на ваше объявление, внизу он не увидит в подборке похожих объявлений предложение у вас конкурентов, которые может быть предлагают по более дешевой цене, может быть какие-то более индивидуальные интересные условия. Также у вас появляются уже страницы компании. Обратите внимание на слайде. У вас появляется возможность выбирать по категориям, по фильтрам, по цене и по геолокации в рамках вашего Авито-магазина. То есть у вас уже такой становится некий интернет-магазин полноценный. Если же мы говорим про максимальный тариф, третий на Авито, то здесь уже у вас появляется возможность брендировать вашу страницу. Здесь как раз показан пример. Вы можете разместить просто фотоконтент, либо в данном случае обложку объявления с каким-то интересным креативным оффером для того, чтобы побуждать покупателей к целевым действиям, к оплате, к обращениям, чтобы увеличить конверсию в продажу. У вас появляется возможность разместить не лучшие предложения или новинки у ваших товаров в так называемой витрине. И логотип у вас будет выдаваться в результатах поиска. То есть когда пользователь вводит какой-то запрос, ищет какой-то товар, ваше объявление будет визуально отличаться на фоне конкуренции из-за того, что будет виден логотип. Это позволит также увеличить узнаваемость бренда в лице пользователей. Давайте разберем момент, как размещать объявления. Здесь как раз на обложке представлен не очень удачный пример, когда мы продаем велосипед, но фотография сделана просто на белом фоне с фотошопом. Честно говоря, по нашему опыту такие объявления не очень заходят, то есть такие фотографии, поскольку люди на вид привыкли видеть все-таки товар, так сказать, лицом. То есть живую фотографию лучше фотографировать на каком-то интересном фоне, нежели отфотошопить и залить в таком формате. Вам необходимо для того, чтобы разместить объявления, сначала определить полностью ассортимент, определить где локация вашего размещения, подготовить качественный фотоконтент и составить текстовое описание. Здесь в данном ключе необходимо проработать заголовок, чтобы он был релевантным в поисковой выдаче. Необходимо составить правильное описание с учетом всех ваших конкурентных преимуществ. Для этого мы обычно рекомендуем принимателям проводить аудит конкурентов. То есть перед стартом работ, для того, чтобы было понимание, за счет чего вы можете выделяться на фоне конкурентов. Если у вас возникают вопросы по работе с площадкой, с объявлениями, вы также можете заходить в раздел «Помощь». Там в формате «Вопрос-ответ» есть информация на все популярные запросы от пользователей, где вы можете решить, в принципе, любую свою задачу. И сейчас хочется обратить внимание на то, как необходимо продвигать товары на Авито и как строится вообще воронка продаж. Воронка продаж вашей компании на Авито может строиться следующим образом. То есть верхний этап у вас просмотры, дальше контакты. Хочется отметить, что контакты – это еще не обращение. На Авито контакты – это собирательный термин, который включает в себя и звонки, и сообщения в чат, но и также просто запрос, то есть показ номера телефона с ПК-версии. Если пользователь сидит, смотрит ваше объявление с ПК, то он не может позвонить, он может просто кликнуть на ваш номер телефона, чтобы он показался, отобразился полностью. Это фиксируется как запрос контакта, поэтому этот показатель не является, скажем так, чистым зачастую для маркетологов, то есть это еще не элит. Поэтому нас интересует следующий этап воронки общения, сколько в итоге было реальных контактов, кто дошел до коммуникации. И нижний этап – это продажа. За счет чего мы можем увеличить количество просмотров наших объявлений? За счет ряда услуг продвижения. Услуги на Авито делятся на две категории именно в рамках продвижения. Это короткие стратегии на один день и длинные на семь дней. Вы можете увеличить количество просмотров ваших объявлений в два, в пять, в десять, даже в пятнадцать раз. И можно это сделать как в рамках однодневной стратегии получить максимум, например, если вы подключите до пятнадцати раз больше просмотров, и до двадцати раз просмотров. Давайте на примере разберем, как мы можем растить просмотры ваших объявлений, как повлиять на первый уровень воронки и какие вообще стратегии, самые простые, базовые есть для работы с Авито. Например, у вас есть большое количество уникальных товаров. Мы выкладываем весь ассортимент и занимаем большую долю рынка. Мы на реальных примерах и кейсах тоже рассмотрим формат такой стратегии. На примере мы можем видеть на графике, когда у нас было небольшое количество товара, после публикации, как у нас, соответственно, выросло количество и просмотров, и контактов. На втором примере, второй вид стратегии, которая работает на Авито, когда у нас есть небольшое количество товара, мы выкладываем весь ассортимент и подключаем услуги продвижения. Соответственно, за счет увеличения количества показов, мы получаем больше просмотров наших объявлений и увеличиваем верхний уровень воронки продаж. Здесь как раз на графике опять же видно, когда у нас в левой части слайда на графике была работа с контентом, и мы не подключали никаких услуг продвижения. И в правой части слайда видна статистика после работы с услугами продвижения. Третья стратегия, как мы можем вырастить просмотры ваших объявлений, это комбинирование. Когда мы выкладываем и все товары, и подключаем услуги продвижения. Мы тоже сейчас рассмотрим на реальной кейсе, какие могут быть показатели. По итогу такой стратегии мы занимаем и большую долю рынка и получаем больше просмотров ваших объявлений. Опять же, да, есть тестовый пример, когда мы в левой части слайда тестировали стратегию с минимальным бюджетом, и в правой части, выделяно красным, когда мы подключили активное продвижение. Наглядно видно, как растет и количество просмотров, и количество обращений. Давайте рассмотрим реальные клиентские кейсы. И первый кейс – это магазин офисной мебели из Москвы. Доля лица составляет у него 80% всех продаж. На текущий момент оборот в среднем от 1 до 2 миллионов рублей. Бюджет на Авито варьируется от 150 до 200 тысяч рублей. Когда заказчик обратился к нам в агентство, изначально главная задача была сформулирована, как зайти с нуля на Авито и ввести магазин на оборот от 1 миллиона рублей уже в первые месяцы. Нами же в ходе общения с заказчиком были сформулированы и второстепенные задачи. Это улучшение узнаваемости бренда в лице клиентов. Для этого нам необходимо было попасть в стоп объявления Авито, чтобы как можно больше покупателей могли ознакомиться с нашим предложением. И самое главное автоматизировать работу с площадкой, поскольку товара было не супермного, но был довольно большой оборот, потому что магазин офисной мебели торговал еще и БУ мебелью. Давайте посмотрим, что мы получили по результатам. По результатам в рамках двух месяцев нам удалось вывести оборот магазина до 2 миллионов рублей, полностью автоматизировать работу с Авито, поскольку мы подключили модуль автозагрузки, о таких способах мы тоже поговорим позднее. Соответственно, когда заказчик публиковал свои 1С товары, менял корректировки различные по цене, по типу товара, по цветам, вся информация автоматически загружалась на Авито. Дополнительно мы подключили продвижение. Это как раз стратегия, про которую я рассказывал ранее, когда мы выкладываем весь ассортимент и подключаем продвижение. За счет этого мы смогли добиться в среднем показателя более 11 тысяч просмотров и в конверсию 600 плюс контактов, при этом размещая всего в среднем 200 объявлений. Средняя стоимость контакта у нас выходила 157 рублей, окупаемость была очень высокая, средний чек составлял примерно 14 тысяч рублей. Второй кейс – это завод кровли и фасада. 80% всех продаж также приходится на Авито, размещается в среднем от 3 до 5 тысяч объявлений в месяц, и заказчик получил в рамках данного кейса более 3,5 тысяч контактов, при бюджете всего лишь 100 тысяч рублей на Авито. Опять же, какие были сформированы цели? Стандартное увеличение количества звонков в сообщения для роста продаж, поскольку до этого предприниматель пытался работать самостоятельно, не понимал, как работает площадка, были блокировки объявлений, не понимал, как выкладывать товары по разным городам за счет того, что у него большая география продаж, и в рамках коммуникации с ним также нами были сформированы и второстепенные задачи. Опять же, улучшение узнаваемости бренда для всех клиентов, поскольку завод имел хорошую длинную историю и узнаваемость на рынке локально. Для этого нам необходимо было опять же попасть в топ объявлений на Авито, переработать каждое объявление, сделать уникальные тексты, опирающиеся на конкурентные преимущества, проработать все фотографии, сделать их опять же более качественными и занять в рамках данного кейса не только Краснодарский край, но и охватить также смежную область. Это как раз стратегия, когда мы использовали минимум продвижения, практически его не использовали, но при этом выкладывали весь ассортимент по разным геоточкам. В рамках данной работы мы получили по воронке продаж более 76 тысяч просмотров в рамках месяца и более трех с половиной тысяч контактов от реальных пользователей. При этом стоимость контакта составляла всего лишь 9 рублей. И третий кейс. Здесь пример как раз малого бизнеса из города Новосибирск. Это салон ноутбуков и компьютеров. Всего два салона в городе Новосибирск находятся. Оборот небольшой от одного до двух миллионов рублей. Бюджет на Авито составлял также всего лишь 50 тысяч рублей. В рамках коммуникации с заказчиком были сформированы опять же основные второстепенные задачи увеличить не только количество обращений, но и оптимизировать рекламную стратегию. Потому что в рамках самостоятельной работы заказчик также допускал ошибки, дублировал объявления, не понимал, как можно выделиться на фоне конкурентов, не понимал, как можно формировать маркетинговую стратегию, за счет чего повышать количество охватов и просмотров своих объявлений. И в рамках наших четырех-пяти месячной работы мы получили следующий результат. Просмотры по рамке продаж составили более 20 тысяч, 311 контактов при размещении всего лишь 480 объявлений. То есть в рамках работы мы переработали все тексты, весь контент, написали техническое задание фотографу, в рамках которого заказчик сделал живые фотографии товара, что позволило отличаться от конкурентов, при этом выкладывать весь ассортимент. Поскольку в данной категории можно выкладывать товары, которые отличаются по различным характеристикам, по объему оперативной памяти, по объему жесткого диска и так далее. Заказчик в самостоятельном формате не знал даже базовых нюансов, поэтому в ходе нашей совместной работы мы получили стоимость контакта 112 рублей. Можете делать скриншоты данного экрана, это базовая схема выбора стратегии продвижения. Сейчас также на Авито есть дополнительные услуги, еще больше усиления просмотров, это увеличение в 15-20 раз, как я ранее рассказывал, но давайте на примере разберем, как мы можем в рамках данной базовой схемы увеличить количество просмотров и понять вообще какую схему продвижения на Авито. Например, мы продаем товары в городе Санкт-Петербург, это мобильный телефон, айфон. Высокая вероятность продажи предложения, да. Высокая ли конкуренция, да. Большой ли объем продаж, то есть здесь уже зависит конкретно от самого бизнеса, есть ли у него большой объем товара и может ли он регулярно обеспечивать поставки. Допустим, что да. Соответственно, здесь мы уже понимаем, что нам нужно либо X5, либо X10, увеличивать просмотры на один день и выбираем короткую стратегию на ежедневной основе. Вот по такому нехитрому способу вы на базовом уровне можете понимать, какие инструменты выбирать для продвижения своих товаров или услуг. Хочется отметить, что эффекты от услуг на один день и от услуг на семь дней они не равны. Давайте разберем на примере. Например, мы подключаем увеличение просмотров на один день семь раз подряд. Обратите внимание, на левой части слайда, и здесь как раз показано, что мы условно получаем 50 просмотров каждый день. Но если мы подключаем увеличение просмотров также в пять раз, но на семь дней, то есть длинная стратегия, но один раз, то мы видим, что у нас в рамках целой недели количество просмотров органически снижается. А ведь также об этом предупреждают всех предпринимателей и маркетологов, поэтому стоит это учитывать при формированной стратегии. Опять же, основываясь, возможно, на базовой схеме продвижения, которую я показывал ранее, на прошлом слайде. И мы подходим к итогам, как продавать клиентам, как коммуницировать и за счет каких способов у нас есть возможность именно расширения географии. Зачастую к нам обращаются предприниматели, которые имеют точку продаж только в одном городе, например, в Москве, но хотят не продавать по всей России. И у них нет зачастую возможности, настроить свою логистику и заплатить свою собственную службу доставки. В этом поможет Авито. Авито подключил уже много лет как сервис Авито-доставка. Сейчас он доступен и для предпринимателей, и партнера Авито. Такие компании, как BoxBerry, DPD, Почта России. Сейчас у них есть партнерская программа с Xmail, со Sberlogistica, с DECM и даже сотни тысяч постаматов PickPoint по всей стране. И пользователи самостоятельно могут выбрать службу доставки с лучшей ценой и удобной пунктной выдачи. А значит, им будет легче решиться на покупку внутри самой площадки Авито и выбрать именно вас в качестве продавца. Давайте разберем подробнее, как работает Авито-доставка для бизнеса. Как я и обещал рассказать, да, конечно, есть комиссии. Но комиссии, в отличие от маркетплейсов, они действительно минимальны. За Авито с 2 до 2-4 процентов. Это зависит от тарифа. В рамках тех тарифов, о которых я рассказывал, балловый, расширенный, максимальный, есть соответствующий процент. Самый минимальный процент комиссии – 2 процента на тарифе максимальный. На расширенном будет 2,2, на базовом 2,4. Выбирайте соответствующий тариф, рассчитывая, опять же, все затраты по вашей юнит-экономике. Но что важно, основную часть расходов и все логистические моменты на себя берет полностью и оплачивает покупателя. Как вообще работает Авито-доставка? Покупатель выбирает ваш товар внутри площадки Авито, нажимает «Купить с доставкой». Далее он оплачивает сам заказ и отправку службы партнерам Авито, например, с ДЭКом. Вы, как предприниматель, относите посылку в пункт приема выбранного партнера и в течение периода от 2 до 14 дней его доставляет в указанный год. Далее покупатель при получении заказа проверяет заказ. Если все хорошо, нет никаких сколов, брака или чего-то еще, поврежденной упаковки, он подтверждает это получение и заказ считается доставленным. Деньги вы за товар получаете от 4 раз в месяц. Как можно еще увеличить количество продаж на Авито? Это, конечно же, с помощью рейтинга. По внутренним исследованиям Авито отзывы очень сильно влияют на принятие решения покупки. Рейтинг складывается из среднего арифметического нескольких оценок. Он появится, когда вас оценят хотя бы 3 покупателя. Здесь не имеет значения, на какое количество баллов, но на рейтинг влияют в важный момент только те отзывы, которые оставил покупатель, с которым вы договорились о сделке. То есть, если сделки не было, покупатель тоже сможет оставить отзыв. Он может быть и негативным, но он не будет влиять на ваш рейтинг. Также продавцы могут получить статус проверенный партнер. Значок проверенный партнер означает, что Авито проверяли объявления вас как продавца несколько раз. И каждый раз убеждались, что все честно. Кому Авито выдают данный значок? Компаниям с рейтингом выше 4 звезд, что логично. Если, опять же, в профиле больше 10 отзывов. Как происходит с выдачей? Авито проверяет, что в объявлениях все честно. Товары в наличии или появляются в течение пары дней. Озделия под заказ делают указанный срок. Сами товары такие же, как в описании. Цены соответствуют. И, опять же, товары можно купить на Авито без перехода в другие мессенджеры или социальные сети. И вы отвечаете на все сообщения, звонки своевременно. То есть вроде бы базовые, простые правила, которые необходимо соблюдать. Что же дает этот значок? Эта плашка в 2,7 раз повышает вероятность того, что вам напишут или позвонят. Такие дополнительные поинты, как отзыв, как проверенный партнер, вы можете использовать для того, чтобы повысить вероятность покупки от вашего клиента. И как анализировать результат с работы площадки? У Авито есть автоматизация и подробная статистика. Приобретая тариф базовый, расширенный либо максимальный. Базовый, напомню, является бесплатным. Все-таки профессиональный тариф – это расширенный или максимальный. Вы получаете доступ к профессиональному кабинету Авито-Про. Он поможет вам обрастить работу непосредственно с самими объявлениями, также настраивать и запускать рекламные кампании и планировать услуги, и за счет этого вы можете экономить свое время. Вам не обязательно настраивать рекламные кампании в моменте. В Авито-Про вы можете зайти и запланировать запуск тех или иных услуг продвижения. Вперед на несколько дней или даже месяцев. Вы можете оценивать свою эффективность и контролировать расходы. Опять же, все в рамках кабинета Авито-Про. Оценить эффективность мы можем также с помощью аналитики. Здесь на графике, на слайде справа, вы можете видеть реальный скриншот из кабинета Авито-Про, на котором мы можем посмотреть все данные по воронке продаж. Какое количество просмотров было, какое количество контактов получили, сколько мы потратили на услуги продвижения в рамках конкретного объявления и даже сколько было именно звонков на это объявление. В зеленом здесь отображены просмотры, которые были получены в рамках услуг продвижения. Опять же, это помогает оценить эффективность и окупаемость всех вложений бизнеса в маркетинг на Авито. Также есть колл-трекинг. Для маркетологов, наверное, это тоже must-have, потому что вы можете отслеживать входящие звонки по объявлениям своих заказчиков, кого вы везете на Авито. Для предпринимателей это возможность контролировать отдел продаж без дополнительных платных инструментов колл-трекинга. Здесь в рамках кабинета Авито будет и статистика звонков, вы увидите, когда, из какого номера, кто вам звонил, сколько было новых звонков, сколько было повторных, сколько было неотвеченных звонков. Все это можно будет выгрозить даже в рамках таблицы Excel. Вы можете даже послушать записи разговоров и сделать соответствующую оценку скриптов ваших менеджеров. И, опять же, есть защита от спама, поскольку все вызовы со спамом, с номеров, которые являются спамными, они завесены Авито в черный список. Вы их просто не получите. Также в рамках колл-трекинга вы можете посмотреть историю всех звонков или только определенного типа. Здесь, на примере, опять же, мы можем видеть темно-синим выделенные звонки, которые пропущены. То есть получается, что в рамках работы целого месяца больше половины было пропущено. Можно сделать анализ и принять соответствующие меры. Важный момент, что Авито позволяет сейчас интегрироваться и объединяться с другими сервисами. Как я говорил ранее, вы можете подключить Авито напрямую к CRM-системе, даже к таким популярным, как AMA, CRM, Bittrex24 и другим. Вы можете настроить интеграцию с 1С, можете подключить дополнительные услуги в виде колл-трекинга или онлайн-чатов. И если у вас есть каталог интернет-магазина, сможете перенести на Авито сразу все объявления. Они будут обновляться автоматически. И как раз давайте рассмотрим сейчас автозагрузку. Автозагрузка, опять же, подключается на профессиональном тарифе. Здесь можете автоматически по расписанию выгружать объявления на Авито и редактировать их. Это может быть как сам файл формата XML или Excel. И выгрузка может проводиться с помощью сторонних сервисов и с помощью вашего сайта. Вы можете выгружать все объявления рядом, настраивать расписание выгрузки, снимать или активировать объявления с публикации, когда вам это нужно, а также массово редактировать их. Это актуально особенно для интернет-магазина с большим количеством товаров. Если у вас несколько тысяч товарных единиц, согласитесь, неудобно редактировать все в рамках Авито вручную. Если у вас есть интернет-магазин в формате сайта, вы можете вносить корректировки на сайте и обновляться все будет также автоматически на Авито. Помимо всего прочего, в рамках работы автозагрузки вы можете настраивать услуги продвижения, то есть минимизировать свое время на работу с площадкой. Давайте немного подытожим, чем Авито может помочь производителю или продавцу товаров, особенно интернет-магазинам. Может решить бизнес и маркетинговые цели компании, настроить ли дегенерацию, увеличить узнаваемость бренда за счет таких тарифов, как максимальный. Может позволить выход в новые регионы и рынки за счет аналитики, спроса и доставки от Авито. А также есть возможность прозрачной аналитики и проверки различных маркетинговых гипотез с помощью кабинета Авито ПРО и инструментов продвижения. И хотелось бы все-таки подвести наш вебинар, цитаты, что люди и их взаимодействие важнее процессов и инструментов, которые они выбрали. Спасибо за внимание. Сейчас с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Если кто хочет, будут дополнительные вопросы, сможете добавляться ко мне в социальные сети или писать в Телеграм. Вижу, Аля задавала вопрос по ходу вебинара, откуда мы знаем про возраст и доход аудитории. Это данные, которые официально озвучивают Авито. То есть Авито проводит в рамках своей площадки анализ по различным метрикам и понимает, кто у них пользователи, как они себя ведут на площадке, какой у них доход. То есть это уже их внутренние метрики. Алексей добавляет, что это не доказывает, что люди идут туда не за БУ товаром. Да, конечно. Но тут, опять же, нужно понимать, какие преимущества несет перед собой Авито. Люди могут прийти за БУ товаром, не знаю, за какой-то там электроникой. Если у вас магазин, допустим, электроники, вы продаете там телефоны или, не знаю, какие-то миксеры условные, и пользователь может сравнить, что там ваше предложение, допустим, на пару тысяч отличается от предложения продавца с БУ. И сделать, и принять решение в пользу вашего предложения. Поскольку, на самом деле, это, опять же, такой миф, что на Авито только будут товары. Нет. Опять же, есть внутренняя аналитика, что от 33% до 81, именно вот такой диапазон, на Авито – это новые товары. В разных категориях, в разных нишах, но количество новых товаров довольно велико. Сейчас, в последние много лет на Авито заходят и малые бизнесы, и крупные бренды, которые продают именно новые товары. Это важно учитывать. Аля также добавляет, что это площадка C2C в первую очередь, но, да, интересная динамика B2C. Смотрите, Аля, тут зависит от ниши. И давайте все-таки будем честны, что все-таки бизнес – это в первую очередь люди. То есть, если человек, даже представитель бизнеса, заходит на Авито, то принимает решение все-таки как человек, а не как компания. И в рамках работы с Авито он может зайти в категорию «Готовый бизнес» или «Оборудование для бизнеса», но при этом перейти в какую-то товарную категорию. То есть, плюс Авито в том, что есть много вертикали, много направлений, много категорий, куда он может прийти. Даже за разными крупногабаритными товарами. Бизнес может прийти, например, за покупкой или продажей спецтехники, и вот он уже заинтересовался поиском кандидатов в разделе «Авито. Работа» в резюме, и ищет себе кандидата на должность куда-либо. То есть, если мы отходим, в принципе, от товарной категории. Александр спрашивает, есть ли смысл прописывать теги в объявлении? Мне не нравится этот подход, это портит вид объявления, но многие используют. Смотрите, Александр, вообще, как правило, это запрещено условием площадки. То есть, прописывать ключевые слова, списком, внизу объявления, это да, это действительно портит визуальный вид и плохо влияет на качество ранжирования объявлений. Объясню, почему. Сейчас вы платите в товарной категории за просмотры. Представьте, вы указали большую кучу ключевых слов. Насколько они релевантны? Большой вопрос. Но по этим ключевым словам вы также отображаетесь в поиске. Допустим, вы компания, которая занимается продажей мебели. Вы делаете кухни, продаете шкафы-купе, продаете стулья и так далее. Как правило, чаще всего мы при аудите конкурентов, при разборе в нашем агентстве обращаем внимание, что подобные компании используют нерелевантные теги. То есть, если у вас объявление про шкаф, компания сама думает, но мы же не только шкафы продаем, мы укажем теги про стулья, про кухни. Но, соответственно, когда пользователь вводит запрос кухни на заказ, и ваше объявление по шкафам за счет этого тега выводится, человек может кликнуть на него, посмотреть и понять, что он не нашел то, что искал уйти. И таким образом скликивается бюджет за просмотр. А если вы еще и продвигаете объявление с таким неправильным описанием, то по факту вы получаете еще и скликивание бюджета за счет продвижения. Поскольку выходит так, что авито, используя алгоритм, думает, мы должны это объявление показать в 10 раз больше. И показывать в том числе под тем тегом, которые прописаны у вас в объявлении. То есть вы сами себе, я так сказать, вставляете палки в колеса, используя такой способ нерелевантной выдачи. Алексей также спрашивает, какая стратегия при работе с небольшим ассортиментом товара? Как я показывал ранее на кейсе, и в принципе какая есть стратегия, вы можете выкладывать весь небольшой ассортимент. Далее все зависит от вашей окупаемой модели, и продвигать его. То есть небольшой ассортимент – это не приговор. На авито есть классные инструменты продвижения для любого бизнеса. Вы можете подключать не самые мощные, не самые дорогие. Ваша задача, главное, чтобы вы получали как можно большее количество продаж за счет оптимизации бюджета. Поэтому тестируйте продвижение, если у вас небольшое количество товара. Либо подумайте о том, как вы можете этот товар разделить. То есть любой товар может быть в разной вариативности. Цвет, размеры, какая-то номенклатура, какие-то лечительные особенности. Правило авито позволяет по некоторым критериям делить товар. И вот у вас уже не одно объявление с товаром, а условно пять объявлений одного товара, но с разными критериями, которые соответствуют правилам авито. И за счет этого вы, опять же, можете проработать разные заголовки релевантные для этих объявлений. Второй вопрос также был от Алексея. Как правильно работать с регионами? Загружать ли в каждый город карточку товара через автозагрузку? И насколько критично подключать авито доставку? У нас своя, хотели бы и не хотели бы пользоваться авито? Смотрите, ну, во-первых, необходимо понимать, какая ниша бизнеса у вас. То есть авито не во всех категориях позволяет размещать товары на разные регионы. Например, если у вас мебельный бизнес, то да, это возможно, но, опять же, там есть ряд нюансов. Что касается авито доставки, смотрите, вы можете подключить авито доставку для того, чтобы увеличить количество, в принципе, охвата вашей аудитории. То есть ваше предложение, если вы находитесь в Москве и подключили авито доставку, ваше предложение будет доступно сразу по всей России. И, условно, пользователь из Екатеринбурга сможет найти ваше объявление. Да, оно будет в самом низу поиска после локальных представителей компании, которые находятся в том же Екатеринбурге. Но пользователь сможет его найти. Уже в переписке вы можете договориться и выбрать тот способ доставки, который комфортен покупателю. То есть покупатели, не забывайте, сам платит за доставку. Если можете предложить условия более выгодные, тогда предлагайте свою компанию. То есть именно свою службу доставки. Опять же, если вы не хотите пользоваться авито доставкой, не пользуйтесь. То есть никто вас к этому не принуждает. Это не обязательный фактор. Третий вопрос тоже был от Алексея. Что делать, если карточка вначале приносила большое количество просмотров без продвижения, а потом запустили продвижение, показы не особо выросли и сейчас ушли совсем в ноль. Убирать карточку товара и создавать новую. Смотрите, здесь опять же нам поможет аналитика спроса и, в принципе, анализ конкурентов. Посмотрите, что происходит у конкурентов. Зачастую это могут быть какие-то сезонные колебания или колебания рынков. Например, сейчас активно растет сезон по стройке, по стройматериалам и всем, что с этим связано. Но мы и по результатам продаж наших предпринимателей, и по результатам аналитики спроса, видим, что спрос и покупательская способность, она органически упала по сравнению с прошлым годом. Поэтому делайте ставку тоже на это. Нужно понимать, за счет чего у вас упали просмотры. Вы можете протестировать, убрать эту карточку, опубликовать новую и сделать просто сравнительный анализ. На Авито, как правило, невозможны АБ-тесты в привычном маркетинговом понимании, потому что мы не можем выложить на Авито абсолютно две идентичные карточки товара с минимальными отличиями. Но вы можете выкладывать два товара, очень похожих, очень смежных, и смотреть, на что реагируют люди. У покупателей, в принципе, за год изменилось и потребительское поведение. Обращайте внимание, на что делают акцент конкуренты. Возможно, они уже протестировали ряд маркетинговых гипотез и знают, что предложить своим покупателям. Возможно, сейчас важен акцент не на сервисе, а на стоимости доставки и каких-то еще нюансов. То есть тестируйте разные рекламные офферы и смотрите, как это работает. Юлия спрашивает, как лучше на Авито в рамках одного магазина продавать БУ товары, новые товары. Юлия, смотрите, кейс, который мы рассматривали, как раз с офисной мебелью БУ, про то, что там мы продавали и новые товары, и БУ. Да, БУ была большая часть, но, соответственно, за счет БУ товаров, опять же, вы привлекаете клиентов. Допустим, кто хочет купить какой-то БУ товар, для него это не страшно, но он хочет подешевле. Для вас это дополнительная точка входа, потому что вы можете продать новый товар, объяснив его преимущества. И наоборот, если приходит клиент на новый товар, вы в коммуникации с ним, если, допустим, ему дорого, если, не знаю, его не устраивает логистика, или какая-то конечная стоимость доставки и вообще всей покупки, вы можете предложить похожий или идентичный товар именно в разделе БУ. То есть тут нужно просто правильно использовать преимущества вашей компании. То есть то, что у вас есть и новые товары, и БУ, это наоборот, на самом деле, очень круто. Есть ли смысл создавать новый аккаунт, если я хочу выкладывать два разных товара? Александр, не совсем понятно, что вы имеете в виду, два разных товара. То есть вы можете в рамках одного аккаунта выкладывать разные категории, подкатегории, в принципе, в товарах. И последний вопрос от Али. Подскажите, как продаются на вид услуги, например, стоматология? Только что поискала, ничего я нашла, кроме продажи бизнеса. Слушайте, по стоматологии не подскажу, честно. Мы с стоматологами не работали, но работали с клиникой, которая оказывает там различные услуги, в том числе бьюти-услуги. И они продаются очень хорошо. То есть у нас стоимость конечного контакта с клиентом, в данном районе 100 рублей, условно. Поэтому здесь нужно тестировать и смотреть. Есть ряд услуг, которые запрещены на Авито. Поэтому я вам рекомендую изучить раздел помощи на Авито и посмотреть перечень запрещенных услуг и категорий. Потому что он периодически обновляется. Какие-то категории разрешаются, добавляются, какие-то убираются. Например, раньше нельзя было продавать на Авито БАДы, какое-то спортивное питание. Сейчас это можно и успешно продается. Очень много успешных кейсов. Коллеги, если вопросов нет, рад был всех видеть на нашем вебинаре. Надеюсь, информация была полезна не только от меня, но и от других спикеров. И повторюсь, если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, нужна будет помощь или консультация, добавляйтесь ко мне в ВК, пишите в Телеграм. Будем вместе общаться, сотрудничать. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok